Ну что же, доброе утро, дорогие друзья! Мы вновь возвращаемся в нашу студию. Говорим огромное спасибо Ивану Уткину за то, что поведал нам о всех новостях нашего региона. Ну а теперь мы возвращаемся в эфир. Марина Гесс, Степан Арефик. С добрым утром! Да, и мы продолжаем. Сегодня тема нашего эфира звучит так. День детских желаний. Вот, кстати, родители всегда хотят, чтобы их дети были самыми умными, самыми лучшими. Ну, естественно. Поэтому отдают своих детей в музыкальные и спортивные секции. А вот специалисты, в свою очередь, рекомендуют развивать интеллект ребенка методом ментальной арифметики. Вот что же это за программа и действенен ли этот метод, расскажет наш гость Диана Зверева, руководитель Центра ментальной арифметики. Доброе утро! Ну, расскажите, во-первых, сначала, что такое ментальная арифметика? Я думаю, что немногие наши зрители об этом знают. Вот, в двух словах. Ментальная арифметика – это уникальная методика развития интеллекта, которая основана на счете, на специальных японских счетах сарабан. За счет счета на этих счетах у ребенка гармонизируется два полушария мозга. Когда ребенок становится внимательнее, сообразительнее, у него улучшается память, улучшается креативное мышление. Дети начинают лучше читать, и просто вы видите, что ребенок у вас быстрее соображает. Вот смотрите, Диана, мне такой вопрос интересует. А если у ребенка шило там, где надо, сможет ли он заниматься вот этой ментальной арифметикой? Или там нужна именно усидчивость? Ментальная арифметика усидчивость также развивает, но вопрос, конечно, в размере шило всегда будет. То есть, если это прям совсем сложно, ну, там тоже можно рассмотреть варианты, например, занятия более короткие, несколько раз в неделю, либо индивидуальные, если шило мешает другим детям. А вот с какого возраста лучше начинать вот именно ментальную арифметику? Просто Степан думает, а потом или нет? Мне пора, я не знаю. И когда будет виден результат? Вот все-таки сколько занятий нужно пройти, чтобы уже что-то соображать в этом? Смотрите, начинать можно в возрасте от 4 до 14 лет. Это прям идеальный возраст, потому что у ребенка в этом возрасте очень гибкий интеллект, который впитывает все как губка. Но с другой стороны, ментальную арифметику рекомендуют также взрослым. Например, в Канаде ее используют как профилактику болезни Альцгеймера. Ладно, что развивать память, да? Да, да, да. То есть мозг работает, соответственно, вот эти все процессы проходят намного медленнее спада. А по поводу результатов, зависит, конечно, от того, каких результатов мы ждем. Но первые такие стабильные результаты месяца 2-3. А вот обязательно в центр нужно ходить и заниматься? Можно как-то это дома освоить, самостоятельно? Вообще методика достаточно сложная. Она требует, во-первых, специальной подготовки преподавателя, во-вторых, специальных тетрадей. То есть тетради построены последовательно. Например, ребенок на первом занятии может посчитать 2 плюс 6, а 2 плюс 4 он сможет посчитать через месяц. Потому что это первое правило на состав числа 5. И, соответственно, это все нужно знать, когда вы даете ребенку примеры. А вот вы сейчас вот сказали, оказывается, 2 плюс 4 это одно, а 2 плюс 5 это совсем другое. Можно вот пару каких-то примеров, вот каких-то базовых? Может быть, упражнения какие-то? Да, какие-то базовые какие-то задания, чтобы вот мы сейчас с Мариной проверили свою ментальную арифметику. Именно по ментальной арифметике упражнения, они достаточно сложные. То есть я вам за 3 минуты не объясню, но могу дать вам упражнение, чтобы вы могли... Давайте хоть что-нибудь. Да, гармонизировать два полушария мозга. Смотрите, вам нужно сейчас, это как разминочка, сделать вот так. Прям вот, а, вот так, вертикально руки поставить. Вот так, прям, параллельно друг к другу. Так, это какая разница? Параллельно, и сейчас меняем. Подождите, вот так, меняем. Подождите, это не так просто. Это не так просто. Вы тоже делаете? Да, это упражнение мы делаем как разминочку, то есть вот нужно руку... Друзья, попробуйте сейчас у своих экранов, это реально сложно. Это вроде, это очень просто, когда вы делаете, это как-то очень просто, а на самом деле это очень сложно. Нужны тренировки, вы можете это поделать с детьми, сами, и вы увидите что-то. У меня палец, почему-то так. Нет, подожди, в Академии, допустим, когда мы учились, много разных упражнений было на координацию. Но вот такой вы элементарный. Ну, а расскажите, все-таки какие-то, может быть, есть еще третентивные методы? Не только ментальная арифметика, а какие-то, ну, как это сейчас называется? Для развития обоих полушарий. Для развития обоих полушарий. Ну, в принципе, можно делать вот такие. Смотрите, у меня работает два полушария. Заработали. Отлично. Мы всего чуть-чуть пообщались. А, как я вам сказала, занятие идет два часа. За два часа, представляешь, что можно сделать? Не только вот так вот. Да, можно просто выполнять какие-то упражнения. Но это все, конечно, не так эффективно. Как это работает вообще? Ментальная арифметика, ребенок видит пример. Он обрабатывает его левым полушарием мозга, логическим. Затем он его переносит на счеты. Это образное восприятие, то есть правое полушарие мозга. И происходит вот эта постоянная взаимосвязь. И, соответственно, прямо у нас новые нейронные связи нарабатываются. А большие группы у вас деток сколько занимается? Группы у нас до шести человек все. В среднем, наверное, четыре-пять, да, чтобы каждому можно было уделить внимание. Ну что ж, друзья, как вы уже заметили, ментальная арифметика, это очень здорово, это очень забавно. Как говорят специалисты, это просто необходимо нашим детям. Тем более сегодня тема нашего эфира «День исполнения детских желаний». У меня работают два полушария. В день исполнения детских желаний у Марины заработала два полушария. Ура! Ура, друзья, мы дождались. Ну что ж, это все шутки, но на самом деле об очень серьезной теме мы поговорили с гостем в нашей студии. Была Диана Зверева, руководитель Центра ментальной арифметики. И мы уже увидели, что это на самом деле очень эффективно. Да, вот, кстати, развивать мышление необходимо, но важно давать и нашему организму передышку. Да, ну сходите вот всей семьей на какое-нибудь мероприятие. На этой неделе их очень много, ведь впереди много выходных. Давайте, кстати, узнаем афишу на неделю, это будет интересно.